Медиагруппа «Авангард» представляет Как, в принципе, с психологической точки зрения работают цифровые атаки, через что манипулируют мошенники, соответственно, как мы можем отследить через психологические параметры, как эти атаки и манипуляции изменялись за последние 4 года, и, в общем-то, что, соответственно, с этим мы можем делать. Первое. Данная модель была, в общем-то, разработана нами, и сейчас имеется достаточное количество разных психологических источников и разных концепций, которые бы объясняли, как и почему люди себя ведут так или иначе. Тем не менее, все эти модели пригодны только для психологов и особых энтузиастов, которые увлекаются социальной инженерией и готовы в этом разбираться. Тем не менее, для клиентов, которых нужно информировать, для сотрудников, которых нужно обучать, мы все упрощаем и сводим, в общем-то, достаточно более простой модели, которая состоит, скажем так, из пяти основных этапов. Первое – это, соответственно, внешний вид, то есть какой-то визуальный контент, с помощью которого мошенники маскируют что-либо, и, соответственно, вызывают доверие. Второе – эмоциональное воздействие. Третье – то, на что воздействуют. Это, соответственно, как раз-таки упомянутые личностные черты, опыт пользователя. Четвертый элемент – это то, чему мы стараемся учить, мышлению, в общем-то, и включению критического сознания. И, соответственно, пятое – что получаем в итоге, то есть какой тип реакции получится у нас. По этой ссылке вы, соответственно, можете ознакомиться с данной моделью, вы можете ознакомиться с нашей классификацией, то есть эмоционального манипулирования. Там также есть технические вектора, с которыми вы, скорее всего, все знакомы, но психологически, скорее всего, нет. Как это все выглядит? Мы, к примеру, анализировали корреляцию взаимосвязи, эффективности атак по вектору жадность. Там было письмо о переводе какой-то, ну, достаточно некрупной, но денежной суммы на личный счет. Эта атака была произведена на 9 тысяч сотрудников, при этом они все были в разных федеральных округах. Да, мы выявили связь с территориальным принадлежностью, то есть чем дальше в регионах находятся люди, тем они уязвимее. Но это понятно, это демографический показатель. Что у нас с психологией? Мы решили посмотреть, что было за психологическое воздействие. Это была жадность, как я уже упомянула. И, соответственно, с чем мы можем поискать взаимосвязь? Мы решили посмотреть среднюю зарплатную плату по этим регионам. И да, мы выявили соответствующую, весьма значимую связь, что это действительно влияет. И вы здесь можете, в общем-то, увидеть, что чем ниже зарплата, тем люди на подобные атаки проще ведутся. И, наоборот, чем люди лучше зарабатывают, тем менее эффективны данные атаки. Но, опять-таки, это про влияние благополучия экономического и социального населения и их, в общем-то, защищенности. Но это отдельная тема. Дальше. Еще один фактор, в общем-то, источник атаки. То, что вызывает больше доверия. Опять-таки, на 9 тысяч сотрудников мы посмотрели, как эффективно воздействуют разные атаки по внешнему вектору, то есть внешний источник, и по корпоративному. То есть от лица коллег или руководителей атаки эффективнее открывают, по крайней мере, почти стабильно 60% сотрудников, совершают небезопасные действия в 4 раза чаще, чем с каким-либо письмом из внешнего источника, который мы, условно говоря, обозначили здесь как спам. Соответственно, чтобы проанализировать атаки, имеющиеся на банковскую сферу, нам, в общем-то, очень сильно помог Финцерт и те бюллетени информационные, которые они рассылали в течение всех этих лет. Соответственно, мы их все собрали, более 600 штук, выписали, систематизировали, создали, условно говоря, свою собственную базу всех примеров, в которых получилось более 500 фишинговых писем, проанализировались в психологической точке стороны и, в общем-то, получили очень много интересного относительно эволюции. Опять-таки, данные бюллетени выглядят так, там достаточно много технических параметров, тем не менее, они содержат, в общем-то, заголовки писем, содержат содержание писем, через которые, соответственно, уже я могла это все анализировать. Что важно сказать? Первое, то, что более 90% этих писем все-таки не специализированы специально на банке. Они больше на клиентов банков, они больше на индивидуальных предпринимателей и на юридических лиц. И только, ну, около 9% всего лишь предназначены и специализированы под банки атаки. Тем не менее, они рассылаются, в общем-то, всем. Если мы смотрим темы данных писем, которые рассылаются, то мы, в общем-то, можем увидеть, что стабильно самая главная тематика – это рабочая документация. При этом она, в общем-то, с каждым годом только растет. Всякие уведомления и истории про неожиданные покупки падают. То есть все, что идет через вектор жадности. Сейчас мы это еще дополнительно увидим. Если мы смотрим, что же за документы в основном рассылаются, то падает использование и уведомление о каких-нибудь новых реквизитах. Тем не менее, все так же активно используется и растет. Все, что связано с первичкой и сверкой, как правило. Теперь более про психологию. Эмоциональное манипулирование. Что здесь? Страх, жадность падают. Не значительно, но они, в принципе, и не так активно использовались, если анализировать весь этот массив данных. Тем не менее, использование любопытства и желания помочь растет. Если мы анализируем маркетинговые усилители эмоций, это авторитет и срочность, то тут мы гораздо более отчетливо видим динамику. То есть срочность также активно и стабильно используют. Тем не менее, использование авторитета падает. Тут очень активно, скажем так, нам может помочь теория поколений и то, как, скажем так, люди меняются со временем, с развитием технологий, изменением окружающей среды. Про это нет времени говорить, но я просто упомяну, потому что, ну, к примеру, мое поколение, оно менее подвластно авторитетам, в отличие от старшего. И поэтому против нас использовать подобные письма неэффективно. Соответственно, мы это и видим в динамике. Срочность актуальна, мы это видим, опять-таки, содержание. Авторитет, тем не менее, падает, потому что просто неэффективно. Далее пойдемте про способы противодействия. В общем-то, что мы можем делать? Если мы говорим про наших сотрудников, все как обычно, обучаем, тренируем, информируем, проверяем, и все это делаем регулярно и систематично. Но что же делать с нашими клиентами? Тут немножко все по-другому. Как правило, на большинствах докладах звучит информирование, информирование, информирование. Естественно, мы решили провести свое собственное исследование. А вообще, информируют ли людей? Респондентов мы набрали более 100 штук по топ-5 банкам. И что у нас получилось? Вообще, в принципе, сначала мы спросили, какие меры безопасности они, в принципе, знают. Ну, это около 60% ответили вот все вот это вот. И это на самом деле очень грустно, потому что это все респонденты по Москве и Санкт-Петербургу. Представьте, что в дальних регионах. Далее мы спрашиваем, информируют ли вас, по сути, банки о каких-то дополнительных мерах предосторожности. Ну, вроде бы, как говорят специалисты банков, информируют, что мы видим у людей. Более 60% говорят, ничего они не получают. Если мы спрашиваем, а информируют ли вас о новых способах мошенничества, как вас могут обмануть, еще больше процентов отвечают, что нет, 77%. Это очень большой процент. Ну что же, возможно, банки, специалисты, маркетологи считают, что клиенты и так нагружены всякими информационными рассылками, предложениями по кредитам и так далее. Далее, давайте мы тоже это спросили, хотят ли они, в принципе, эти люди получать эту информацию. Тут удивилась даже я, потому что более 80% было заинтересовано в том, чтобы получать просто хотя бы уведомление, как себя лучше защитить. И более 85% сказали, что им интересно будет читать, какие способы мошенничества есть, как им можно противостоять и, в общем-то, как их можно разобрать, соответственно. Ну и далее мы, конечно же, поинтересовались, где они, в принципе, получают какую-либо информацию от банков, где им удобнее всего их получать. Первое место с конца у нас занимают сайты. То есть там вообще люди бывают хорошо, если раз в год, обычно еще меньше. Второе место по посещаемости у нас это офисы банков, соответственно, отделения. И тут важно сказать, те, кто посещают, обычно это все-таки старшие поколения. Ну и тут, учитывая специфику, возраст этих всех людей, информирование должно тоже соответствующим образом протекать. Тем не менее, это тоже маленький процент. Где же люди чаще всего бывают, через что их удобнее всего информировать? Это мобильные приложения. Пока что это очень ведущие. Это то, чем активно пользуются все ребята. И у некоторых банков уже есть тот функционал, который может реализовать это качественное информирование. То есть это те же самые истории. То есть то, через что можно кратко, емко передать какую-то свежую информацию. И при этом это все достаточно наглядно, и легко, и быстро. В целом, на этом все у меня. Обучайте ваших сотрудников и клиентов.